Да, кстати, значит, я тут все наши лекции, и они пишутся и выкладываются на ютубе, вот, правда, все комментарии там забанены, поскольку вы знаете, что такое эти самые российские комментарии, хоть где, да, вот, ну, поэтому они забанены, но время от времени я их читаю, то, что мне там присылают, так вот, там очень главная жалоба, что не слышно вопросов из зала, поэтому на будущее, значит, кто-то из, кто-то, я буду просить кого-то, не, ну, ладно, я буду там бегать и давать микрофон, чтобы записывали вопросы из зала. Вот, значит, сегодня у нас Аня Кукекова нам расскажет про геном лисицы, она у нас заведующая лабораторией в Шампейн-Урбане, да, это университетов Чикаго и Ленойс, да, но мы ее любим не только за это, а за то, что она у нас всегда еще со времен практики, практики с Ленинградского университета. Да, вот с нее мы начинаем, а потом у нас будет Денис через неделю, ну и дальше все покатится. Аня, пожалуйста, спасибо, что вы с нами. Михаил Михайлович, спасибо огромное, что вы меня пригласили, спасибо большое, что в этот летний день все проигнорировали хорошую погоду и пришли послушать мой доклад, и это огромное удовольствие сделать доклад в этой аудитории, и такое удовольствие всегда к вам приезжать. Спасибо вам большое за, особенно Людмиле Николаевне, конечно, за столько лет интересной работы. Вот, я назвала свой доклад «Лисица и геном», потому что я хочу рассказать не только про геном лисицы, но и почему мы решили изучать геном лисицы. И в частности, необычные лисицы, да, лисицы, которые... Аня, наверное, так мы сюда слышим, да? В частности, лисицы, которые необычные, которые особенные лисицы, которые хотят взаимодействовать с людьми. Потому что есть только очень маленькое количество животных, которые хотят взаимодействовать с людьми. И при всем при том, что есть такое маленькое количество животных, мы на самом деле очень мало что знаем. Почему эти животные хотят с нами взаимодействовать, как это все происходит на самых разных молекулярных, физиологических, нейробиологических уровнях. И, в общем, если бы мы могли понять немножечко, как эти все процессы происходят, и почему некоторые животные хотят с нами общаться, а некоторые показывают реакцию страха или агрессии, мы могли бы, наверное, довольно много понять вообще про регулирование механизмов социального поведения у млекопитающих. Вот на этом слайде я хочу попросить вас рассказать про различия. Какие отличия есть между тремя картинками, которые наверху, и тремя картинками, которые внизу? Да, вот все правильно. Вы, грамотная аудитория, вы тут же все сказали. А наверху картинки, где была интенсивная социализация или присутствие человека в определенный момент в раннем развитии животных, и поэтому это вот такой лев, который может сидеть рядом с женщиной и ее не кусать. А картинки, которые внизу, они представляют непосредственно настоящих доместицированных животных. И что, естественно, интересно про доместикацию, что это не просто приручение животных или появление в их жизни рано в развитии, а это процесс, который длился поколениями. То есть это процесс, который потребовал много времени, прежде чем произошла трансформация животных из дикого в доместицированной. И сколько времени у нас могло пройти? Как долго мы думаем, как давно мы думаем, собака была доместицирована? 30 тысяч. Ну, хорошо. Но есть вопросы, то есть некоторые считают, что 30, да, некоторые считают, что немножко меньше, но, по крайней мере, 15 тысяч лет уж точно. А другие домашние животные? Здесь я привела картинки шести наиболее часто встречающихся домашних животных. Кто был следующий после собаки? Нет. Кто? Свинья? Нет. Овца. Овца. Правильно. А кто был последний? Нет. Лошадь. Правильно. Ну, то есть, естественно, данные по доместикации животных, они до сих пор как бы спорные, мы до сих пор точно не знаем точно, когда и в каких местах произошла доместикация, но мы знаем всех предков домашних животных, многие из них выморли. И, безусловно, мы знаем, что этот процесс произошел очень давно, и животные были серьезно трансформированы в течение этого процесса, потому что они играли огромную роль в развитии человечества. Джеред Даймонд в его замечательной книге «Ружья, микробы и железо» он рассказывает, почему евровидная нация преобладает в мире, в частности, его гипотеза, потому что нам так повезло, что у нас были животные и растения, которых можно было доместицировать, а также условия окружающей среды, способствующей этому, и это позволило нам завевать весь мир. То есть доместикация животных была главным достижением человечества в течение последних 13 тысяч лет. Естественно, произошло много изменений физиологического порядка, потому что это было очень важно для людей, чтобы эти животные были продуктивные и выполняли те задачи, которые нужны были человеку, но самое главное – произошли изменения в поведении животных. И мы говорим, что генетически животные генетически отличаются от диких животных. У них пониженная агрессия, они меньше реагируют на факторы окружающей среды, и они чаще могут жить в довольно скучных группах, которые немыслимые для диких животных. И в течение длительного времени мы знали, что домашние животные, они произошли от диких животных, и что есть такая генетически детерминированная разница, но мы не знали, как ее найти. И изменения пришли с развитием генетики, геномики, особенно с развитием новых секвенирующих технологий, которые позволили теперь секвенировать геном любого вида, и мы можем найти интересную модель и ее исследовать. И наша идея, что если мы найдем гены, которые различают домашних и диких животных, и сможем продемонстрировать, что эти гены действительно влияют на те или иные признаки, мы довольно много всего сможем понять по поводу биологии. Проблема здесь с изучением доместицированных животных заключается в том, что доместикация, как я вам уже сказала, была, и как вы сами мне сказали, происходила очень давно. Это были тысячи лет. И что селекция шла на много разных признаков. Это, безусловно, было поведение, но также очень много разных морфологических и других физиологических признаков, которые не дают нам возможности увидеть простой сигнал в геноме, который указал бы, например, нам на гены поведения. И чтобы преодолеть эту сложную ситуацию, мы как раз можем обратиться к модели, разработанной в Институте цитологии и генетики под руководством Дмитрия Константиновича Беляева и Людмилы Николаевны Трут. Этот уникальный эксперимент, который начался в 1959 году, до сих пор продолжается. Он уникален для нас, когда мы пытаемся изучать генетику поведения животных, тем, что Людмила Николаевна, они селектировали этих животных только по поведению. Не селектировали их ни по каким другим признакам. И поэтому, если мы можем пытать надежду найти гены и генные сети, которые отвечают за определенные поведения в геноме животных, то эти лисы представляют собой совершенно удивительную и идеальную модель. Селекция была довольно быстрой. Мы начинали с фермерских лисиц. Несмотря на то, что они разводились на фермах уже примерно 50 лет, когда Дмитрий Константинович и Людмила Николаевна начали селекцию, они все равно проявляли агрессивное и трусливое поведение к человеку. То есть нельзя просто подойти к лисе на ферме и ее погладить. Селекция по поведению была очень быстрая. В течение шести поколений они смогли получить уже первое животное, которое миляло хвостом. И сейчас все лисы на ферме не кусают людей из ручной популяции. Что еще замечательно, в 1970 году они начали селекцию на агрессивное поведение. И эти животные, наоборот, показывали повышенную агрессию к человеку. И опять, что очень важно, селекция опять шла только по срокодетерминированным признакам поведения. Да, как бы, что очень важно для научной работы. И сейчас, я, конечно, вы видели это видео уже много раз, но... Я думаю, что я вам еще разок его покажу, потому что мне нужно будет немножечко прокомментировать один из этапов. Это стандартный пост, который мы используем для того, чтобы протестировать поведение лисиц. Он состоит из четырех этапов. И мы снимаем это на видео. Потом мы анализируем пленки с использованием примерно 10 признаков. Настя Владимировна анализирует. Которые, как бы, можно проанализировать как «да» или «нет». И потом, с помощью многих главных компонентов, мы делаем анализ своего поведения. И видите, что есть большое количество признаков, по которым эти животные очень серьезно отличаются. То есть, как бы, это животное позволяет себя потрогать и переворачиваться на спину, а та лиса пытается меня укусить. Сейчас начнется последний этап теста. И он как-то важный в нашем случае. Вы не будете говорить потом еще. Можете о том же увидеть, что из поведения животных очень сильно различается. Та лиса очень рада, что клетка закрылась. А эта лиса пытается, скажем, скрести дверцу и продолжить взаимодействие с человеком после теста. Я хочу подчеркнуть, что эти популяции, которые вы только что видели, они, безусловно, не только подтвердили концепцию Дмитрия Александровича Беляева, что селекция по поведению была основополагающей при доместикации животных, но они также создали, селекция также создала уникальную модель для генетики. То есть что еще мы можем пожелать, когда у нас есть популяции, которые селектировались только на поведение? Генетическое наследование этого поведения было доказано на разных экспериментах. Что очень важно, с самого начала эксперимента Дмитрия Александровича и Ледонова Николаевна пытались избежать близкого инбридинга между животными, которые размножались. И это дает нам возможность для довольно высоко разрушающего анализа. И что еще важно очень для тестирования поведения, то, что все животные живут в одинаковых приблизительных условиях, и мы можем тестировать это поведение в определенное время. Опять же, мы пробовали разные подходы для того, чтобы изучать их генетику, и для нас также ситуация на самом деле кардинально изменилась, только с развитием новых технологий секвенирования. Нам поздорово повезло, что Стива Брайан познакомил вас с учеными из BGI, и Стива Брайан был директором Genom 10K проекта. Он отобрал, помог нам попасть в число первых ста видов, которые были просеквенированы с поддержкой этого проекта. Секвенирование происходило на тот момент с помощью стандартных технологий. Это Illumina, мы использовали библиотеки разного размера. И в итоге они получили как бы хорошую сборку генома, но тем не менее он представляет собой 676 тысяч скафолдов. И это как бы довольно страшное число. Единственное, что как бы хорошо, что большая часть генома находится в 500 скафолдов самого большого размера, и вот этот скафолд N50 параметр, он достаточно хороший. То есть он показывает, что по крайней мере 50% нуклеотидов находятся в скафолдов такого размера, а не меньше. То есть это как бы хороший статистический показатель для генома. Но все равно, когда у нас так много скафолдов, с этим как бы довольно тяжело разбираться. И тут нам пришла помощь Дениса Ларкина, своя чудесная программа РАКа, которая позволила нам использовать просто биоинформатический анализ, без дополнительного секвенирования или других экспериментов, где мы могли сделать выравнивание нашего генома лисы в виде скафолдов относительно геномов собаки и кошки, которые собраны до уровня хромосом, и также использовать наши уже полученные секвенсы для генома лисы и собрать геном в 128 фрагментов. То есть это как бы уже намного меньше. Потом мы использовали нашу генетическую карту, которую мы построили раньше, и смогли найти маркер из генетической карты, который находится в этих фрагментах. И потом это как бы позволило нам опять же объединить эти фрагменты в хромосомные кусочки. И в итоге мы получили 40 хромосомных фрагментов. То есть это еще как бы не 16, потому что у лисы 16 пара аутосом, плюс половые хромосомы, но очень близко. И зная синтони между геномом лисы и собаки, мы как бы очень хорошо представляем теперь, как эти 40 хромосомных фрагментов на самом деле располагаются друг относительно друга. Имея такой вот как бы референсный геном, мы решили начать изучение уже непосредственно популяции. Мы просегминировали 10 лисиц из каждой из трех популяций, агрессивной, ручной и не селектированной фермерской популяции. Я не буду вдаваться в технические детали, но я буду очень рада ответить на любые вопросы. Но в итоге этого анализа мы идентифицировали больше 8 миллионов симгонуклеотид-полифарфизмов после довольно сильного фильтрования. То есть они очень хорошие как бы все маркеры. Используя эти маркеры, мы смогли посмотреть на популяционную структуру. И когда мы увидели эти картинки, мы, конечно, просто вообще готовы были, не знаю, памятник поставить Людмиле Николаевне и ее коллегам, потому что это удивительно красивые результаты. То есть вы можете увидеть, что с помощью принципа анализа главных компонент все три популяции, ручная, агрессивная и совхозная, они пластеризуются в разных участках. С помощью Neighbor Joining 3, опять, мы не говорим этой программе, к какой популяции животные относятся, но они совершенно прекрасно кластеризуются, сами находят свое положение. И последняя струкция, где мы как бы говорим, сколько классов представлено в наших данных. Если мы говорим, что два кластера, он у нас прекрасно различает ручных, зеленых зверей, каждая полосочка вертикальная – это зверь. И красных, которые в данный момент при кластере 2 содержат как агрессивных, так и совхозных животных. Если мы говорим, что это кластер 3, что у нас три кластера здесь, в этих данных, он, опять же, безупречно, практически безупречно дает нам картинку, где различаются ручные, совхозные и агрессивные животные. И дальше, когда мы увеличиваем количество кластеров, ручные и агрессивные, они продолжают оставаться сами по себе. И больше разнообразие находится в совхозной популяции. То есть это на самом деле показывает, насколько хорошо поддерживались эти популяции в течение этих 50 лет, что они действительно очень хорошо различаются, как отдельные популяции. То есть это очень-очень здорово. Дальше мы решили посмотреть, чем же эти популяции различаются. И мы сделали два типа анализа. Мы посмотрели на участки, которые показывают пониженную гетерозиготность внутри популяций, и анализ, который показывает наибольший уровень разопичия между популяциями. Fixation Index Analyze FST. Мы проводили этот анализ с помощью окон. То есть не каждый индивидуальный синглонуклеотит, племорфизм по отдельности, а в виде окон. И размер этих окон был полмегабаза. И дальше мы как бы смещали эти полмегабазы по геному с интервалом 250 килобаз. И в каждом случае мы считали или пул хедрозайгосити в этом окне, ища окна, у которых будут статистически более низкие данные по гетерозиготности. То есть пул хедрозайгосити будет очень низкое значение иметь. Или у которых будет высокое FST между парами популяции. Например, ручной, агрессивной, ручной и совхозной и так далее. Мы использовали котов для уровня значимости, для FST-анализа, который мы рассчитали с помощью джин-дропен-симуляции. Я не знаю, но еще не важно. И опять же, это как бы очень интересный подход, который мы могли использовать, который был разработан Оливером Прайаном в Сан-Диего, в лаборатории, которая занимается консервативной генетикой млекопитающих. Именно только потому мы могли использовать этот подход. Потому что Людмила Николаевна, ее группа сохранила родословные. Потому что мы могли проследить каждого из наших 10 животных назад на 50 поколений. И это нам позволило посмотреть, какой же уровень фиксации мы можем ожидать у этих животных. И, используя пермутацию, найти котов, которые будут очень строгим. Используя эти данные, мы нашли 96 окон в ручной популяции. Некоторые из них находились очень близко друг от друга. То есть все вместе они указали на 30 районов в геноме ручных лисиц, у которых значительно понижена гетерозиготность. И мы нашли 60 окон вместе в 19 районов в геноме агрессивных лисиц. Число окон, которые различали любые варианты пар популяций, мы нашли 276, что вместе, опять же, составляет 57 участков. Вот эти данные вместе для ручной агрессивной популяции и для FST анализа между ручной агрессивной популяцией. И мы видим, что очень интересно, что если мы посмотрим на вот этот пункт гетерозиготности, уровень гетерозиготности, все, что статистически значимо, оно находится вот в этих сереньких районах. Мы увидим, что ни одно окно не перекрывается. То есть все участки, которые различают эти две популяции, где наблюдается пониженная, сильно пониженная гетерозиготность, они находятся в разных участках хромосом. Иногда на тех же самых хромосом, но они все разные. Часть этих участков, которые мы находим в пункте, это гетерозиготности анализа, мы их также находим в анализе коэффициента фиксации. И в данном случае мы смотрим на все результаты, которые находятся выше, чем вот этот уровень, значающий уровень значимости. Некоторые участки, они как бы очень мощные. Например, здесь на хромосоме 14, то есть точно что-то очень важное было при селекции ручных лисиц. В данном случае у агрессивных лисиц что-то очень важное на хромосоме 8. Но часто число окон, которые пластеризуются в одном и том же месте, они часто просто связаны с тем, что этот участок имеет пониженную рекомендационную активность. То есть мы с Павлом Михайловичем хорошо знаем, что у лисиц есть очень сильная перецентромерная супрессия рекомбинации. И когда у нас такие сигналы находятся в таких участках, то там пониженная рекомбинация, мы имеем у нас больше окон, и их, конечно, будет тяжелее найти гены, определяющие их. Но вот как бы тем не менее. То, что сигнал такой сильный, это не всегда означает, что это основной сигнал, часто означает то, что он находится в перецентромерном участке. Вот, интересно то, что мы сделали анализ как бы опять же симуляции и попытались посмотреть, а что бы мы ожидали, если бы вот эти популяции просто вот так вот разводились вот в таком числе в течение 50 лет. Какие изменения мы могли бы ожидать просто за счет действия генетического дрейфа? Да, и опять же, вот все те данные, которые мы получили с помощью данного анализа, никакие результаты симуляции у нас не подходили даже близко. То есть, конечно, мы не можем исключить, что какие-то из этих участков это результат дрейфа, не селекции, но шансы довольно низки на этом. Тем не менее, мы решили, что мы сначала начнем работать с участками, которые у нас перекрываются с участками, которые мы называем участки для количественных признаков поведения, которые мы нашли ранее с помощью использования семей, которые мы сконструировали за счет скрещивания ручных, агрессивных родителей. Мы получили F1, потом получили F2 и делали генетическое картирование поведенческих признаков. И вот в частности, мы здесь видим, что есть шесть таких участков, которые мы нашли в результате анализа количественных признаков, которые перекрываются с теми участками, которые мы нашли при публиционном анализе. И вначале, для того, чтобы все это было проще, мы начали с участка, где есть только одно окно с FST, которое выше линии значимости, и просто, чтобы нам было проще первый раз. Что очень важно посмотреть, это то, что вот этот количественный признак для этой хромосомы 5, где есть вот это окно, это хромосом 15, где есть это окно значимое, этот QTE, локус, он отвечает за поведение как раз вот на этом последнем этапе D, где у нас есть леса, которые хотят продолжать общаться, и есть леса, которая абсолютно общаться больше не хочет. И если мы посмотрим на результаты анализа главных компонентов для этого этапа, здесь мы использовали около 20 признаков. И признаки, которые имеют наибольший вес, наибольший вклад в эту первую компоненту, которая отвечает за 50% вариации на этом вообще, за поведение лисицы на этом этапе, это признаки, которые очень хорошо характеризуют агрессивных и ручных животных. То есть с одной стороны этой оси главной компоненты мы видим признаки такие, как животное сбегает приходить в переднюю часть клетки близко к человеку, показывает агрессию или нейтральное поведение, а с другой стороны признаки с противоположным знаком, они показывают, что животное наоборот хочет быть рядом с человеком и как бы мечется, пытаясь наладить этот контакт. Как я сказала, мы нашли только одно окно, значимое на хромосоме 15 для этого признака. Это окно также имело низкое значение в пункте разогрессии анализа, но не достигало значимости. Чтобы дальше как бы разобраться с этим участком, мы решили, что мы проанализируем ручных и агрессивных животных. Мы нашли 25 маленьких сердцезилеций, наверное, правильно произношу их, которые мы проанализировали в неблизкородственных, ручных и агрессивных животных. И когда мы сделали анализ ручных, мы увидели, что вот в этом районе, как раз в середине этого нашего окна, который перекрывается с нашим окном, есть довольно сильный индикатор того, что здесь как бы довольно мощный линкический эквилибриум, и что предполагает, что возможно в этой популяции есть какой-то гаплотип, который присутствует с высокой частотой встречаемости. И ничего подобного мы не наблюдали в агрессивной популяции. Это как бы придало нам силы, и мы проанализировали все гаплотипы вручную агрессивную популяцию. Нашли, что действительно вручную популяцию есть гаплотип, который мы назвали оливковый, который встречается с частотой 61%. В агрессивной популяции есть два основных гаплотипа, которые встречаются с частотой торковой с частотой 47%, и лавандер с частотой 37%. Что интересно, ни агрессивная популяция, ни потом мы проанализировали сейчас совхозную популяцию, вообще в ней нету олив гаплотипа, как факт, нет ни единой копии. Здесь анализ этих ручных агрессивных животных, мы можем увидеть, что цвет – это популяция зеленая, ручная, красная, агрессивная, вот этот ободок вокруг – это цвет гаплотипа, то есть в данном случае это оливковый, и относительный размер окружности, он отражает количество животных, которые мы проанализировали. Мы можем увидеть, что оливковый, опять же, он только в ручной популяции, лаванда, он в основном в агрессивной, редко-редко в ручной, а торкоид, опять же, в основном в агрессивной и немножко больше в ручной. Есть другие гаплотипы, но они наименее редко встречаются, и, опять же, мы не видим очень большой разницы между ними. Следующий наш вопрос был, интересно, а этот гаплотип, он на самом деле имеет отношение, прямое отношение к поведению, потому что мы можем часто найти корреляции с чем-то, по какой-то причине есть повышенная частота встречаемости какого-то аллеля, а на самом деле имеет ли она эффект на признак. И для этого мы решили обратиться обратно, отойти обратно к нашим F2-популяциям, которые мы создали до этого, где мы скрещивали в рецепрокном скрещиваниях агрессивных и ручных лисиц, получили F1, а потом получили F2, и мы их прогенотипировали с использованием все тех же 25 инсерций делеций. Как бы их просто было удобно использовать как маркеры, потому что мы можем амплифицировать их с флуоресцентными праймерами. И для всех этих животных, Настя, Ира, Пивоварова, их животных много, в этом анализе мы использовали больше 500, проанализировали поведение, поэтому мы знали F1 значение для них, для всех. И мы посмотрели, будет ли у нас какая-нибудь связь между значением поведения и вот этими гоплотипами. И вот что мы получили. Это кумулятивное распределение, где каждая точка представляет собой животное, гомозиготное по одному или другому или третьему гоплотипу. В частности, вот эти животные гомозиготные по лавандовому гоплотипу, и они здесь расположены в соответствии с их значениями по DPC-1. То есть более низкие значения, это значит, что животное более агрессивно, оно меньше хочет общаться с человеком. Более высокие значения означают, что животное больше заинтересовано на общении с человеком. И мы получили довольно большое различие поведения животных, которые были гомозиготные по лавандовому или по оливковому гоплотипу. То есть я должна уточнить, что ПФ2 популяция, почему она так интересна для этого анализа, потому что мы имеем очень широкое разнообразие поведения. У нас как есть очень добрые животные, так и очень злые, ну или как бы, которые не хотят общаться. Вот, и среднее значение DPC-1 у животных гомозиготных по оливковому гоплотипу такое, а у лавандовых значительно меньше. Эти различия были статистически значимы, и когда мы дальше как бы проанализировали немножко больше, то действительно как бы мы показали, что различия, они связаны с... Они в основном лежат между оливковым и лавандовым гоплотипом. То есть в зависимости от того, что животное получило, эти два гоплотипа сильно меняют его поведение. Как бы интересно, что этот участок, который мы нашли, он находится над... Прямо перекрывается с Соркос-1 геном, и как бы те данные, которые мы получили, позволяют нам рассматривать его как серьезный кандидат для количественного... Локуса для количественного признаков на хромосоме 15. Соркос-1 сам по себе очень интересный ген, потому что он отвечает за сортинг и перенос белков в клетки, и его основными мишенями... Ну, мишени, но как бы для нейрексинов, которые участвуют в формировании и поддержании нейронов и ампоглютаматных рецепторов, он является... считается, что одним из самых главных белков, которые их сортируют и отвечают за количество этих рецепторов на мембране, в синапсе. И вот раньше, как бы, было найдено, что Соркос-1 ассоциирован с Альцгеймером, диабетом и аутизмом. Никогда никто еще у него не связывал с социальным поведением, мы все еще ищем мутацию, но которая как бы находится в регуляторном участке, как мы теперь уже знаем. Но, скорее всего, этот ген действительно может влиять и на социальное поведение. В конце моего доклада я хотела бы просто немножечко еще, можно сказать, что-то по поводу других генов, которые мы нашли в этих участках. В общей сложности мы идентифицировали около тысячи генов, и эти количество будет уменьшаться, с тем, как мы секвенируем больше животных, и у нас более четкие, мы можем делать лучше статистику. Но вот из того, что сейчас у нас есть около тысячи генов, в генеонтологии термины, которые показали обогащение в участках, которые мы нашли в результате анализа гетерозеготности в ручной популяции, они были связаны, как ни странно, с повреждениями ДНК. У нас нет никакого объяснения этому пока что, но это то, что мы нашли. Может быть, когда у нас будет больше животных, эта находка исчезнет. Но это так, как сейчас есть. А вот в генсивной популяции мы нашли довольно много в генеонтологии терминов, связанных с иммунологией и связыванием с рецепторами и, может быть, посттрансляционными модификациями. Также различия сходные были найдены при анализе индекса фиксации между ручной и агрессивной популяцией. Опять мы показали довольно важную, что иммунная система довольно важна. И, как бы, с одной стороны, можно такие термины найти довольно легко теоретически в анализе генома, потому что, как мы все знаем, иммунные гены имеют тенденцию пластеризоваться. Если у тебя как бы участок попадает на такой кластер иммунных генов, то, соответственно, очень большой шанс, что он покажет обогащение в анализе. Но в нашем случае, как бы, у нас гены не только находящиеся в определенных участках, как бы в отдельных участках, но и как бы в разных участках. И также, когда мы делаем анализ транскриптома, мы опять и опять находим гены, связанные с иммунной системой, связанные с кровью, с развитием и межклеточными взаимодействиями, а также экстраклеточным матриксом. То есть эти гены, на самом деле, имеют очень важное значение. То есть мы как бы постоянно их находим. Также мы посмотрели на гены, которые были раньше найдены для человеческих синдромов. В частности, первые две колонки – это гены, которые ассоциированы с аутизмом, спектром, синдромом и как бы уровень их значимости, значимости ассоциации найдены. Вот довольно интересный список генов, которые мы нашли у лисиц. И в частности, в CACNA1C, который кальциевый канал гения, мы нашли довольно интересные аминокислотные замены, которые теоретически, по крайней мере, одна из них, теоретически может иметь эффект на работу этого гена. Ну и также гены, которые отвечают, связаны с полярным расстройством и были ранее найдены, связаны с агрессией мышей. Еще интересный момент, который мы получили, это то, что у нас есть участок с пониженной гетерозиглотностью в геноме агрессивных лисиц, который перекрывается с участком с синтенном Биллимс-Беррен синдром в геноме человека. И этот синдром обычно характеризует людей, которые очень дружелюбные. У них есть масса всяких проблем, но они очень всегда улыбаются, всегда дружелюбные. Мы нашли этот участок, перекрывающийся с Биллимс-Беррен синдромом, вот эти гены, отмеченные синим, они находятся на границе этого участка в агрессивной популяции. Это может быть просто независимая находка, но, с другой стороны, это может быть связано каким-то образом с тем, что у людей с Биллимс-Беррен синдромом также часто наблюдается повышенная тревожность. И теоретически, может быть, наши агрессивные лисы тоже как бы более тревожны. В конце я хочу делать несколько выводов. Один из выводов этой работы, который не очень, может быть, хорошо объяснил в этом докладе, но, может быть, я сейчас могу еще сказать два слова, это то, что даже простое поведение, такое поведение, как мы подходим к лисе и пытаемся ее погладить, на самом деле состоит из компонентов поведения. И, скорее всего, каждый из этих компонентов находится под своим собственным генетическим контролем. Вот то, что я показала вам, локусы для поведенческих количественных признаков, они для каждого, например, этапа теста, они находятся на разных хромосомах. И вот, например, этот локус, который отвечает за поведение лисицы на последнем этапе теста, он ничего не делает на других этапах теста. То есть он незначимый. То есть как бы часто мы говорим, что поведение – это очень комплексный признак, и это правда. Часто также мы пытаемся найти гены, которые отвечают за поведение, и мы говорим, что это практически невозможно. И, в общем, из нашей работы мы можем предположить, что часто это связано с тем, что у нас нет хороших фенотипов. Мы просто пытаемся сказать, что кто-то дружелюбный, кто-то злой, кто-то быстро, не знаю, теряет терпение или еще что-то, и пытаться искать гены для очень широких категорий поведения. То есть если у нас есть возможность как-то их сузить, то, возможно, мы в этом более успешны. Потом нам удалось в результате работы показать, что мало использовать один подход. Мы должны использовать комбинацию подходов, если мы действительно хотим найти эти гены. То есть что-то может работать на уровне популяции, что-то на уровне анализа семей. И еще как бы ничего не говорили, не говорим про использование трансгенных технологий и так далее, и так далее. Что тоже, как бы, безусловно, будет очень важно. Вот. И находка, например, в Соркас-1 гена теоретически, я думаю, говорит о том, что использовать такие нестандартные модели, как лисица, мы можем найти гены, которые вовлечены в социальное поведение, о которых мы как бы раньше не знали, и которых, возможно, мы не сможем найти, использовать традиционные модели. Поэтому я как бы адвокат лисицы на все 200%. В конце моего доклада я хочу поблагодарить очень большое количество людей. На самом деле, вот здесь, на этом слайде, только люди, которые были соавторами нашей геномной статьи и статей, которые я упомянула в этом докладе. На самом деле, это очень большое количество людей, которые сделали вклад в эту работу, не говоря уже про работниц на звероферме и большое количество студентов. Ну, просто как бы это очень большой коллективный проект, который поддерживался из разных источников, в данном случае, в основном, американских и российских в течение уже многих лет. В общем, как-то мы всегда выживаем. Спасибо, я буду очень рада за вопросы. Так, вопрос. Так, тогда, Аня. Меня больше всего наследило, конечно, то, что у вас это самое несовпадение. Вот несовпадение, когда у вас получается вот эта пониженная гетерозепутность у ручных в одном месте, у агрессивных в другом. Как вы это интерпретируете? То есть, если селекция шла по разным участкам генома. То есть, понимаете, всегда мы ожидаем, что, так сказать, в одном участке генома есть плюс аллели. То есть, мы всегда рассматриваем агрессивность и ручность как альтернативы. Это не так похоже. Скорее всего, да. Скорее всего, они действительно два разных конца распределения, но это как бы искусственное распределение, мы их туда загнали. То есть, мы не знаем. То есть, в данном случае мы знаем, что оливковый гоплотип, безусловно, очень важен для ручных популяций. То есть, вот здесь вот был анализ как бы довольно старых уже животных. И сейчас мы видим, что этот оливковый гоплотип, он даже на более высоком уровне. Но в случае агрессивных популяций, мы не знаем, может, лавандовый тоже что-то делает, но не так сильно. То есть, как бы он не столь важен. Но в основном, да, я думаю, что нельзя их рассматривать как плюс и минус. Это как раз вот этот случай, когда вы взяли один район, да? Да. А когда мы берем вот, когда пихи в разных районах, там действительно вот это самое интересное. Так, да, пожалуйста. Следует ли из вашего доклада всю лекцию надо вести по каждому отдельному этапу вашего теста? Я думаю, что нет. То есть, я думаю, что как бы селекцию надо вести, безусловно, по какому-то определенному критерию, потому что иначе мы никуда не придем. Но мы должны как бы использовать этот тест, да, мы можем разбить это комплексное поведение, по которому мы селектируем, на простые компоненты. И вот уже генетический анализ нужно делать по этим компонентам. Но на самом деле, как бы, ваш вопрос, он сложный, потому что, опять же, всегда вопрос, в чем цель. То есть, если, да, если мы хотим только получить животных, которые будут вилять хвостом, когда к ним подходят, тогда, в общем, нам не важно, как они будут реагировать на руку, если мы откроем клетку, то тогда можно вести только по этапу А, и все будет прекрасно. Прекрасно не будет, поскольку она все равно зацепится за все остальное. А не факт. Вот это не факт. Мы можем вывести как раз только животное, которое будет вилять хвостом. Да, у нас есть только F2. У меня есть, я, конечно, не показываю сейчас эти картинки. У нас в F2 очень интересно. У нас не просто есть агрессивные, не такие, например, ручные животные. У нас есть животные, которые виляют хвостом, а потом ты открываешь клетку, пытаешься их до них дотронуться, и тут человек полную удовольствие кусается. То есть, они полностью поменяют, как бы, свое поведение. И обратно. То есть, есть животные, когда ты подходишь к клетке, и они порыкивают, как бы, они... Это вот то, что мы видим в F2. И это еще больше меня убеждает в том, что это действительно, как бы, даже простое поведение, оно собрано из кусочков. И, как бы, эти хромосомы, да, и локусы, когда они в новой комбинации, они дают новое поведение. Изучал ли вот этот... Если представить невозможное, что мы возьмем и с нуля повторим весь этот эксперимент, может ли оказаться, что мы обнаружим какие-то совершенно другие гены, которые приведут к похожему фенотипу? Это очень интересный вопрос. То есть, про соркозвангены я могу сразу сказать, что нет, нет данных. Ученый в Дании, у которой есть трансгенная мышь по соркозванг, он пытался... Он хочет сделать такие эксперименты, посмотреть на ли эти соркозваны социальное поведение, то есть какие-то там предварительные данные. Глорей просто таки, ну, просто как смех, что эти лисы, эти мыши, трансгенные по соркозванг, они вроде бы быстрее привыкают к рукам, когда ты их переносишь в какие-то эти самые новые камеры для анализа. Но это так, как бы это может еще не так быть. А по поводу того, что мы найдем, это тоже, опять же, удивительное дело, потому что мы не знаем, есть ли тысячи разных способов доместицировать животное, да, или это как бы всегда одни и те же молекулярные механизмы, и я думаю, что в какой-то степени это одни и те же молекулярные механизмы. То есть, может быть, мы найдем разные гены, но я практически уверена, что в этой семье есть пять генов, соркозваны и другие, которые сортируют белки. И очень возможно, что мы найдем какой-нибудь другой. То есть, например, в анализе транскриптома мы находим сортилин, который другой ген, который, опять же, из этой компании. То есть, я думаю, что на более высоком уровне, на нейробиологическом, да, когда мы будем говорить про какие-то конкретные типы нейронов, которые важны, или, там, не знаю, физиологических механизмов, я думаю, что на самом деле они одни и те же. Но это я так думаю. Кстати, а с крысами как? Есть какие-то параллели или нет? Я не знаю. Есть проблемы эксперимента было уменьшение плодовитости животных во время селекции. Так вот, а гены плодовитости попадали в ваши окна или нет? Или там все поголовно, иммунные вещи и нейронные вещи? Нет, там не только поголовные иммунные вещи. Я, может быть, слишком сделала сильный стресс на иммунных вещах, но как бы они присутствуют. И я помню разговоры еще с Ирой Оськиной о важности Юрой, о важности иммунной системы в селекции. Но мне было вообще удивительно сама в этом убедиться на наших результатах. О вот генах плодовитости, если честно, я их не видела. Я знаю, что гены равновременности, они важны, но плодовитости не знаю. Нет, ну строго говоря, идея была не повысить плодовитость. Идея была у ДК расширить сезон, в чем не напрямую, а как раз через поведение расширить сезон. Сделать их несезонными. То есть, скорее, что-то, наверное, должно быть, я не знаю, там, фотопериодами, сезонами. Это тоже ничего не засветилось. Или просто пока не очень понятно. Мы сейчас делаем анализ надпочечников, и мы находим довольно широкий спектр генов, которые изменены там. То есть, я не анализировала с точки зрения… Мы не находим какие-то такие непосредственно гены, которые влияют на развитие ганат или еще что-нибудь. Но, с другой стороны, мы использовали самцов только и не в период размножения. Поэтому тоже тут как бы масса, может быть, всяких нюансов. Так, да, сейчас. Спасибо за очень интересную лекцию. Ну, вот у меня сложилось впечатление, что все очень сложно, да, что есть там сотни генов, в которых очень трудно разобраться и в дальнейшем это сделать. Но у меня соображение вот какое. Все-таки, наверное, есть какие-то гены-дайверы, есть гены-пассажиры, да. То, что ответ на селекцию был очень быстрым в течение нескольких, там, десятков поколений, говорит о том, что все-таки первоначально отбирались не сотни генов, да. То есть, какие-то были основные гены, так назовем. И второе. Вы, конечно, знаете эту литературу, вот, что у этих животных изменены нейромедиаторы. То есть, поскольку все-таки тест был на поведение, очевидно, все шло с мозгов. И потом вот все остальные изменения, в частности в иммунной системе и так далее, это могли быть вторичные изменения. И предполагаете ли вы как-то ранжировать те гены, которые вы нашли? Мы не знаем точно, что происходило на первых этапах развития. То есть, да, при том, что вот как бы в лесу достаточно действительно низкая рекомендационная активность. То есть, вполне возможно, что мы селектировали не на целый хромосом, а на плечи хромосом. То есть, как бы там могли быть довольно большое количество генов. Поэтому, когда мы начали этот проект, мы тоже думали, что там генов. Это не так. То есть, я думаю, что таких как бы важных генов, даже не гены пассажиров, их все-таки много. Но потом за 50 поколений уже пассажиры даже при низкой рекомендации они все равно должны расходиться. Ну, как бы теоретически, именно да, так оно в общем должно быть. Нет, ну вот он прав насчет того, что мало должно быть. Что такой быстрый успех указывает на то, что было несколько. То есть, это не очень уж полигенные признаки. Да, это не возможно, да. Но я думаю, что это... Я думаю, что 100 генов-то точно у нас будет таких важных, основных. Я в этом как бы мало... Ну, то есть, теперь уже, вот глядя на все эти данные, я думаю, что некоторые, может быть, на самом деле будут находиться довольно близко друг от друга. То есть, тоже вполне возможно. То есть, мы находим... Вот я показала лист генов, да, которые прикрываются с заболеваниями человека. То есть, у нас есть и глютаматные рецепторы. Мы не находим серотониновых рецепторов практически, что как бы достаточно удивительно, потому что были работы, которые показывали различную плотность серотониновых рецепторов добрых, агрессивных и совхозных лисиц. Но, тем не менее, мы находим довольно много указаний. Опять же, говоря про... Я, может быть, увлеклась иммунной системой и сделала неправильный акцент. Мы постоянно находим указания на глютаматную систему. То есть, как бы, везде эти гены находим и в геновном анализе, и в транскриптомном анализе. Всегда довольно, как бы, на данный момент трудно сказать, какой ген важный, потому что, когда у нас несколько генов в связке, нам еще работать и работать, прежде чем, как бы, понять, кто есть кто. Но, опять же, вот, как бы, не знаю, наш успех Circus One говорит, что это возможно. То есть, как бы, наверное, будет сложно сделать с теми генами, которые находятся в передцентромерных районах, но те, которые уже хоть как-то рекомбинируют, с ними попроще. Ну, и потом дальше, теперь с использованием биоинформатики, да, с использованием Single Cell РНК и возможности также нахождения промоторных, энхансерных районов на уровне конкретных типов клеток, можно зайти с этого конца и тоже понять, что там происходит. Благодарю за хороший доклад. У меня такой вопрос, такой тупой, наверное. Вы не делали, не делали случайно сравнение между группами по мобильным элементам или вообще по повторам? Сравнение между двумя популяциями? Нет, мы бы не делали. Мы не делали этот анализ. То есть, мы когда-то пытались его делать, и, ну, как бы, поняли, что нас сил на это все не хватает. Спасибо за доклад. У меня наивный вопрос. А если скрестить агрессивную с доброй, какое будет потомство? Какое там вообще расщепление? Ну, вот мы скрещивали довольно много. Если мы получим F1, то у нас, как бы не F2, а именно F1, то у нас большая часть животных будет, которые не кусаются, но в то же время не хотят общаться с людьми. То есть, они такие, как бы, ну, некоторые будут ручные, некоторые будут агрессивные, но основная масса такая будет в середине. Вот если мы делаем F2, там дела уже поинтереснее. А, поинтереснее-то как? Что? Поинтереснее-то как? Ну, вот то, что я говорила, что там есть животные, которые, например, показывают ручное поведение только на определенном каком-нибудь этапе теста. То есть, например, они совершенно индифферентные, да, пока ты их не поглазишь. А когда ты их поглазил, они вдруг говорят, вау, как здорово, и становятся суперручными, переворачиваются на спину и так далее. И обратная ситуация. То есть, есть животные, которые машут хвостом вначале, а потом ты пробуешь их потрогать, и совершенно без вариантов. Мне кажется, очень важное, вот ваше замечание, на то, что не столько сами гемы влияют, сколько то, на какую систему, в частности, густоматную. Потому что в этом случае не совсем важно, там конкретно этот гем или какой-то другой. Важен механизм, на который. Вот в качестве примера я могу сказать очень смешную вещь. Ну, просто из цитохром-Б, например, у дрожжей и у человека миллиард лет эволюции разница. А структура одна и та же на генетической совершенно разном базисе. Доразнился генетический код. Вот поэтому, мне кажется, надо искать команды гемов. Вот как раз вот. Они по-разному могут. Мне так кажется. Да, да. Вот я услышал в вашем договоре подтверждение этому. Да, я тоже так думаю, да. А вот это 40, это собачьи, собачьих 40, да? Нет, это 40, которые мы собрали у лисы. Но дальше мы из этих 40 теоретически можем делать 16, потому что мы знаем на основании сравнения, то, что Александр Сергеевич и Володя публиковали на сравнении геномы лисы и собаки, как эти уже 40 расположены там, эти кусков. Так, слушайте, а еще одно. Насчет импринтинга. У них он есть или нет? Вот эти импринтированные районы, не импринтированные районы. Что-нибудь на этот счет известно? Ну, считается, в основном, что гены, которые импринтированы, они приблизительно одни и те же у млекопитающих. Поэтому, скорее всего... Что-нибудь у них было интересно в этих районах? Но мы даже не смотрели, потому что нужно делать секвенировать семьи для этого. То есть мы даже до этого не дошли. Пока. Да. Да, кстати, а что с этим самым денежки собирали? На что? На фак-бай собирали? Да, да. Собрали? Ну, практически. А, нет, свои нашли, да? Ну, практически нашли, да. Так, еще вопросы есть? Нет. Аня, огромное вам спасибо. Приезжайте к нам еще. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ